Студентка 4-го курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Маргарита Михайлова выиграла телевизионную премию «Студенческий ТЭФИ», присуждаемую за высшие достижения в области телевидения среди тех, кто только начинает развиваться в этом направлении. Мероприятия 10-го Всероссийского телевизионного студенческого конкурса проходили в Челябинске на базе Южноуральского и Челябинского государственных университетов. Я увидела то, что открыта подача заявок, отправила и вообще в принципе ни на что не надеялась, но я даже успела про это забыть и в какой-то момент мне позвонили из Академии российского телевидения и сказали «Вы прошли на студенческий ТЭФИ, можете приехать?» Я такая «Что? Ладно». Победу в студенческом ТЭФИ Маргарита одержала с работой кибермошенники и теперь использует дипфейк голоса. Это актуальная и важная тема, которая касается проблемы безопасности и новых технологий, используемых злоумышленниками. Жюри конкурса признала эту работу лучшей номинации «Репортер». Этот статус подтверждает навыки работы по сбору информации, проведению интервью, анализу данных и созданию сюжета. На самом деле здесь, наверное, сложилось все. И работа преподавателей в Казанском федеральном университете, и тот опыт, который я наработала, будучи корреспондентом, наверное, он мне дал как раз-таки ту закалку, которая в дальнейшем помогла мне и проще взаимодействовать с людьми в обществе и, в принципе, легко, быстро, на кураже, на лайте составлять свои материалы. По мнению Маргариты, при участии в подобных конкурсах самое главное – это не бояться. Не нужно строить ожидания, а просто делать то, что нравится, наслаждаться моментом и всегда оставаться на позитиве. Победа Маргариты в студенческом ТЭФИ – это не только признание ее таланта, но и свидетельство того, что молодые журналисты способны создавать актуальные и качественные материалы на важные темы. Варвара Терехова, Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.